всем привет всем добрый день прошу прощения за небольшую задержку эфира небольшие технически по причинническим технином небольшим у нас была задержка поэтому очень много сейчас будет полезной информации тема нашего сегодняшнего прямого эфира это покрытие обычными лаками лаки в нашей линейке имеют эффект геля они выглядят примерно так же как гель-лак то есть они абсолютно абсолютно по своему внешнему виду блестят похоже как гель-лак и носится очень долго особенно в педикюре лакова линейка состоит из трех этапов это база цвет это также как гель-лакова линейка то есть мы наносим сначала базу потом наносим какое-либо цветное покрытие это у нас сейчас появились топ и топ матовый очень крутой сегодня тоже им поработаем но ему поработаем сегодня наши новые новогодние коллекции лаков вот такая прекрасная штучка shine and glow у нас целых четыре набора их можно продавать в домашней в домашнее использование вашим клиентам и можно использовать именно в рамках работы с клиентами очень красиво сейчас покажу на модели как наносятся цвета и как наносить причинческая технина да ну что делать будем только искать плюсы везде всем привет а я не представилась мы же может быть с кем-то из вас не знакомы меня зовут грищенко наталья я являюсь инструктором школы эми ростов ростове на дону преподаетесь комби маникюр и интенсивную подготовку для работы салонах красоты и также сейчас скоро мы с вами будем часто видеться в эми онлайн мы переписываем уроки сейчас для базового курса маникюра и скором времени мы с вами там тоже встретимся поэтому всем рада все всех рада видеть их можно купить на wildberries не за не могу вам сказать на этот счет скорее всего да можно будет потом директ вопросы позадавать на которые я не смогу ответить и я уверена что вам ответят на эти вопросики давайте переключим сейчас перенастроим перенастроим на наши на наши красавчики вот они 8 цветов это новая новогодняя коллекция поработаю сейчас ими там есть но не все вы смотрите все есть на сайте и мешок точка ну вы можете заказывать там там точно есть все точно есть весь ассортимент точно все можно заказать и приобрести смотрите какая прелесть просто 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 космические оттенки космические цвета посмотрите вот это я не знаю это точно мой любимчик будет вкуснятина самая самая основная проблема в нанесении лаков это нанесение их неровным слоем и с проплешинами да сейчас красный буду наносить на нем очень хорошо будет видна техника нанесения давайте для начала нанесу на типсе и покажу чтобы мне было удобно лаки и гель-лаки можно купить на wildberries вот мне ирина корытина подсказывать спасибо и ручка большое да значит все можно купить на wildberries для вашего удобства первым делом мы наносим базу база лаковая имеет свойство выравнивания то есть она выравнивает какие-то малейшие неровности ногтевой пластины она немного достраивает до какие-то вот недочеты по поверхности ногтевой пластины она очень быстро сохнет и также лаковая база она предотвратит проникновение пигмента цветника в ногтевую пластину то есть когда вы снимете лаковое покрытие на ногтевой пластине не останется пигмента очень часто если обращали внимание лак когда снимаем особенно вот в красных оттенках тут присутствует очень много желтого оранжевого пигмента зачастую в красных оттенках поэтому после снятия бывает такое что ногтевая пластина такого не очень здорового желтого цвета на это за того что пигмент немного проник ногтевую пластину в пропитал ее чтобы этого не было лучше наносить базу база наносится у нас тоненько найти все будет наверное плохо видно сейчас на модели я вам покажу как наносить базу просто тоненько наносите на поверхность ногтевой пластины все ждем пока высохнет очень важно все 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 слои просушивать обязательно каждый слой просушивается где-то 5-7 минут и финишная просушка минут 15 чтобы лак хорошо просох и долго носился еще такой момент чем тоньше вы нанесете лаковое покрытие тем дольше она будет носиться так как в лаках нет такого количества пластификаторов как в гель лаках то они имеют такую очень жесткую структуру и поэтому если вы будете наносить в такую достаточно большую толщину лак то он будет у вас скалываться и впоследствии ну соответственно стойкость покрытия будет ну не очень поэтому наносим все в тонкую большинство лаков наших наносится в один слой можно в два тонких слоя я наношу вместо базы лак сила природы отлично да это тоже отличное средство она плюс еще ко всему очень хорошо питает ноготок его под восстановит если ноготь сильно убит и сейчас 138 нанесем вот новая наша коллекция новогодняя посмотрите какой шиммер боже мой так вот база подсохла видно сразу тип стал матовым немножко это значит что база подсохла можно еще дополнительно можно дополнительно еще попробовать пальчиком если база не липнет не цепляются значит все эра лаков возвращается совершенно верно почему у нас сегодня да такая тема эфира именно лаковое покрытие потому что большинство клиентов сейчас возвращаются к лаком особенно в педикюре сейчас очень большое количество противопоказаний для ги лакового покрытия это и скручивание это и врастание это я не холизис данных всеми любимый поэтому в педикюре точно уже лак вернулся в маникюре все это будет с каждым разом с годом все усиливаться усиливаться и лак будет возвращаться и в маникюр в том числе поэтому чтобы как говорится быть мастером на все руки да и захватить этот тренд очень важно уметь покрывать и лаком в том числе смотрите так давайте я уберу лишнее чтобы нас не отвлекался глаз ни на что другое и сейчас я вам покажу технику нанесения лака есть разные там техники в три маска в два маска в два прыжка на самом деле наносится все очень просто зависит от положения кисточки если кисть вы держите под углом к ногтевой пластине то вы собираете цвет если кисть вы держите параллельно ногтевой пластине вы распределяете цвет старайтесь работать с минимальным нажимом чтобы не делать вот этих полосочек проплешин и так далее наносим набираю сейчас на кисточку с одной стороны кисть очищаю вот у меня одна сторона кисточки чистая также фокус поймает лови уж давай вторая сторона кисточки у меня с лаковым покрытием я пристраиваюсь к пальцу клиента я покажу вам сбоку как это будет выглядеть а потом сверху и про провожу кисточкой в параллель к ноготку я буду делать это медленно поэтому возможно лак будет высыхать и будут полосы до от кисти но они потом сама выравнивается нас лаки очень хорошо выравнивается и вот если даже я подниму уберу кисть уберу перчатки дату видно что вот эта полоса на меня приблизительно равномерная он набираю еще количество цвета у меня типс очень большой поэтому мне нужно будет материала чуть побольше и также наношу держа кисть параллельно я практически на кисть не нажимаю и вот такими вот движениями представили да не знаю там котика мы гладим мужа мы гладим чтобы нам сумочку подарил до красивую новую телефончик чтобы он нам подарил вот примерно с такими же движениями мы покрываем лаком чуть-чуть нажали все сумочки не будет да поэтому аккуратненько наносим аккуратненько тоненько и все и у нас видно даже на прозрачной типсе что у нас покрытие легло очень ровно очень равномерно и в принципе здесь уже не требуется нанесение второго слоя цвета я могу сейчас подождать небольшое количество времени но пока под кутикулу не получится накрасить сейчас все получится конечно получится вот подождем сейчас пока на типсе цвет подсохнет я пока нанесу базу на руки моей модели между мы уже предварительно здесь выполнили маникюр здесь у нас было старое покрытие мы его сняли обработали кутикулу и сейчас будем наносить первым делом наносим базу да можно да как уже сказали девочки что наносить вместо базы силу природы это наше лаковое покрытие вот она у нас тут имеется это лечебное защитное лаковое покрытие она очень быстро сохнет также как и база вот ну можно либо то либо то да под кутикулу нужно тонкой кистью прокрашивать да можно конечно можно абсолютно верно наносим базу практически встык кутикуле наносим можно чуть-чуть подтолкнуть и свести к свободному краю я вообще не очень люблю работать тонкой кистью мне проще сразу нанести тонкой кистью из флакона видно да я не нажимаю на кисть практически сейчас сбоку попробую развернуть пальчик клиента чтобы вам было видно то есть вот я держу кисть максимально параллельно ноготку если мне нужно лишнее собрать я к торцу когда подхожу я немножко кисть подворачиваю вертикаль если мне нужно распределить кисть распределить материал то я кладу более горизонтально дальше какая себестоимость себестоимость все скажу вам в каталоге у нас есть себестоимость покрытия лаками праймер нет не нужен конечно праймер здесь не нужен это лаковое покрытие она наносится просто на ноготок давайте ручку мы сразу все восемь цветов сейчас выкрасим на нашей модели базу наносите вот буквально практически в стыд кутикуле здесь мы чуть-чуть старое покрытие не до сняли какая тема тема покрытия лаками с эффектом гель-лака если флакон держать долго открытый будет сохнуть да конечно будет сохнуть то что они испаряются на воздухе и желательно флакончики закрывать после работы на время маникюра вам достаточно будет одну как бы пока открыт флакон во время маникюра он конечно не подсохнет но если вы будете все время держать там течение дня открытыми только же есть шанс что подсохнет сколько носится лаковое покрытие на ногах держится от педикюра до педикюра и 5 недель ходили 6 при правильном тонком нанесении на руках до 10 там где-то 12 ну 14 максимум дней чем тоньше нанесете чем дольше прослушать и тем лучше будет носиться так ждем пока просыхает база и пойдем сейчас на каждом пальчике будем работать одним цветом в первый пальчик у нас давайте вот по порядку идти номер 131 все какой хорошенький еще замечена такая небольшая хитрость лаки с блестками всегда дольше носятся чем просто обычные малевые ну как бы не знаешь чем связано может из-за того что пигмента там как такового меньше но вот факт так тем временем у нас просох наш тестовый образец тоже попробуем если он не липнет не цепляется можно покрывать топом а в лампе их можно просушить ну не имеет смысл они же сохнут на воздухе если у вас в лампе есть вентилятор допустим да есть в некоторых лампах вентиляторы то как бы тут только за счет того что вы воздух будет гоняться до в лампе вы за счет этого может просыхать а именно как уэф лучи и лет лампа она никак не не сыграет роли то есть на просушке на скорости он не стирается и не скалывается на второй день как обычный лак это по сути и есть обычный лак но он немножко другой формы улучшенной усиленной у него лучше стойкость за счет вот этого топа топ с гель-эффектом он усиливает стойкость покрытия но конечно если ногти будут тонкие либо вы не просушите цвет они могут сколоться по торцам да но если наносить в технологии правильно в тонкую то ну как бы стойкость гораздо лучше чем у обычных лаков до однофазных или обычных не гель-эффектов допустим какая цена набора я скажу сейчас скажу какая цена набора сейчас все скажем почему модели ногти выглядят не здоровыми нет не этот набор ну потому что немножко перепилили ногти так бывает сейчас будем после эфира будем восстанавливать так наборы ультра стойких лаков стоит 1200 сюда входит три цвета каждом наборе вот такой красивый подарочные коробочки 1200 не стирается не скалывается дочери иногда крашу шеи есть 6 лет она даже с ним неделю ходу точно да я же говорю если все правильно нанести в тонкую если просушить хорошо то ну как бы соблюсти технологию до главное поэтому красим тоненькая и носим неделю и как говорится а то и больше давай чуть-чуть покрою еще у нас просох на типсе цвет топ вернее мы наносим тоже очень тоненько без лишних каких-то там до выравнивание естественно да главное не не кисточкой не продрать цвет чтобы не смешался цвет и топ все и у нас получилось вот я нанесла дополнительно а лишнее сейчас я уберу мне просто торец нужно было заровнять и дополнительно нанесла но я вот эту толщину не оставила а сняла кисточкой обратили внимание все смотрите как он блестит красиво ну чем не гель-лак хотя это обычный лак он снимается жидкостью для снятия лака так ну давайте поехали на модели попробуем дам нас высохла база высохла начнем с первого цвета цвет 131 также я набираю смотрите на одну сторону цвет на другую нет для того чтобы у меня ничего никуда не затекло и вот смотрите теперь чтобы мне покрыть под кутикулу я просто поставлю кисть вот так в параллель и чуть-чуть как в гель-лаковой техники подтолкнуть цвет под кутикулу и стену на себя если мне не хватает немножко цвета я доберу из флакона нанесу лишнее уберу и в параллели держа кисть параллельно ноготку разровняю чтобы мне не было никаких проплешин в нанесение здесь потребуется скорее всего второй слой сейчас посмотрим берем вот этот запек небольшой поспешила людей насмешила все первый слой нанесен можно даже в принципе и так оставить мне уже нравится дальше пошли 132 начинаем точно так же набираем на кисточку на одну сторону чтобы сильно не затекала ничего никуда да просто выкладываю кисть у нас кисть видно овальная очень удобная и слегка подтолкнула начинаю в одной параллели выровняла цвет подтолкнула можно завести вот такими движениями уголочком кисточки и начиная ко второй параллели уходить в покрытие все видно мне не ровно сейчас лег цвет я сейчас выстрою кисть параллельно и все вот это дело разровняю ничего страшного если остаются следы от кисточки если ну когда уже лак подсыхает лучше лишнее убрать и нанести второй слой цвета очень густой пигментированный цвет очень много блесток очень яркий блеск будет у нас здесь мы его оставим нанесем следующем 133 тоже хорошенечко перемешиваем да вот таким образом чтобы кисточка у нас того чтобы блестки не оседали в тушенишь тяжелые не могут оседать так сейчас задача миссия невыполнима главное не смазать то что же покрыли дальше наносим тоже поближе подходим кисточкой и стягиваем на себя но это тут вообще полупрозрачники его можно и на цвет на какой-то нанести вот такие цвета вообще очень легко наносить на самом деле это был 133 дальше 134 то же самое берем подталкиваемся и разравниваем в одну сторону чуть-чуть если не хватает добираем материала можно и без тонкой кисточки наносить видите все лишнее можно сразу убрать можно убрать уже потом когда все нанесли взяли там аккуратненько салфеточку и обработать обработали так давайте по вопросикам пробежимся или давайте сейчас покрою все цвета и я просто просмотрю ой тысячекратно изменяешь только что упал телефон так это у нас какой был 134 135 посмотри пожалуйста цену базы топа тоже набираем можете прям побольше сразу набрать и покрываем тоже подступаем поближе под кутикулу вот как гель-лак вы подталкиваете также и лак только просто тут нужно работать чуточку быстрее чтобы не не дать вот лаку просохнуть я пока болтала вот безымянный если обратили внимание покрыла немножко корявенько но мы сейчас вторым слоем исправим это все потому что пока болтала не покрывала и он успел уже схватиться он очень быстро сохнет на воздухе поэтому меньше слов больше дела на 3 какая красота мне кажется это просто хитяра так 135 и дальше 136 до так поехали дальше фокус фокус где наш 136 цвет лака тоже наносим смотрите поближе подходим одну параллель разгладили поближе сюда и вторую параллель и без нажима разровнялись можно взять тонкую кисть здесь как раз видно до линия которую вам под кутикулу у нас уходит можно вот взять тонкую кисть подождать пока подсохнет первый слой так что-то с фокусом у нас подождать пока подсохнет первый слой взять тонкую кисть зайти под кутикулу подождать пока подсохнет эта линия и пройтись еще раз по всей поверхности до дальше он вот это вообще дорого-богато все как мы любим сто тридцать седьмой так это матовый топ база так смотрите по вопросам стоимости матовый топ стоит 500 рублей 9 миллилитров база и топ сейчас найдем да их можно купить отдельно кто спрашивал они продаются отдельно в наборах там только три цвета вот тут блесточками тоже такой достаточно полупрозрачный задача просто выложить блестки да поэтому начинаем покрывать вот так выкладываем блесточки чтобы ничего нигде не торчало это же параллельно ногтевой пластине держим кисть нигде ничего не нажимаем не надавливаем распределяем все по ноготку то есть у меня у кутикулы здесь вот одна забежала какая-то сильная бешеная блесточка да и поправили вопрос тоже можно вот такие цвета наносить на какой-то еще цвет нанести допустим какой-нибудь белый или какой-нибудь ну не знаю там что у нас из какой расцвет нового года кто не знает вообще в чем встречать так 137 ну и красненький да конечно же 138 куда же без красного в новый год погнали красный самый такой противный в нанесении как правило бывает это тоже матовый но не помню примерно одной стоимости набираем на на кисточку и начинаем распределять поближе поближе подошли подошли линию кутикулы выстроили линию боковой параллели выстроили стянули на нет лишнего флакон дальше 2 параллель быстро 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 не даем ему подсохнуть все и стянули здесь не хватило чуть-чуть до крылья добавили еще материала все так видно в общем что-нибудь мне кажется что то с резкостью нас вот по моему вот так видно да все вот это лишнее можно убрать сразу же да но аккуратно не снести чтобы то что мы покрыли если у вас остаются какие-то там следы от кисточек я не знаю там про продир от кисти на который мы наносили цвет то мы топом это все сейчас скорректируем то что на кожи остается берете жидкость для снятия лака аккуратненько все это вытираете намочили салфеточку нужно вот так вот на пальчик аккуратненько и намотать подобраться и вот только подушечку пальчика вытереть все у нас все чистенько все красивенько так теперь ждем пока цвет сильно подсохнет чтобы нам нанести защитное покрытие я пока давайте почитаю ваши вопросики так 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 под кутикулу ну под кутикулу не получится накрасить да я показала что встык получится если прям хотите сильно заводить под кутикулу то пользуйтесь тонкой кистью так по себестоимости сейчас обещала ответить по себестоимости у нас во всех каталогах наших вот здесь в конце есть вот такая вот вкладочка себестоимость процедур и здесь давайте посмотрим должна быть стоимость по покрытию лаком так и микки парафинотерапия так кто увидел скажите вот однотонное покрытие и милок 20-30 минут а подождите нет это делал пардонте на тонное покрытие вот да лаком вот себестоимость на один ноготь ну то есть умножаем на 10 до 25 рублей себестоимость здесь цены для мастеров указаны если вы проходили у нас курсе то это будет ваша цена так сколько носится ответила в лампе просушить ответила не имеет смысла так по стойкости да отлично спасибо что пишите по стойкости он очень сильно превосходит обычные лаки без гель-эффекта база итог под этот маникюр отдельно скажите цену да не нашли мы цены даров каталога поищу сейчас найдем сейчас все найдем все расскажу покажу так цветники по 500 рублей база итог также 500 рублей стоит как заказать набор можете заказать на ими shop.ru там уже есть все все в наличии в каждом наборе есть три цвета здесь вот сзади вы можете почитать либо снизу где у нас на боль набор лаков да и вот здесь вот указаны все цвета которые туда входят они могут повторяться в некоторых наборах сразу скажу да то есть можете взять наборы на продажу а поштучно приобрести для работы именно с клиентом топ можно разбавлять можно есть у нас специальная жидкость для разбавления именно лака гель-лаки мы ничем не разбавляем а лаковые лаковое покрытие да можно специальным разбавителем есть у нас тоже в продаже на сайте и мешок вы можете посмотреть так какие именно три цвета у нас смотрите 4 набора и в каждом наборе три разных цвета будет какие именно в какой набор у нас есть вон можете на сайте посмотреть дали бы я уже сказала можно посмотреть вот здесь вот на наклеечки то есть здесь расшифровка есть что внутри так сколько минут сушим базу базу сушим до того момента пока она не стала матовой пока она перестала липнуть к руке да то есть вы можете аккуратным пальчиком в перчатке так попробовать ее и если она не липнет можно уже покрывать но это примерно минуты две-три я думаю потому что вы пока покрыли все десять пальцев клиенту ту первые вы уже можете в принципе покрывать цветом чем его можно снимать какой-то специальной жидкости или обычная жидкость до обычная жидкость для снятия лака особенно вот цвета которые с блестками они могут сниматься немного сложнее до чем обычные там эмалевые оттенки вы можете нанести на ватный диск или на салфетку жидкость для снятия лака прям вот замочить приложите к поверхности и пару минуток подождать и тогда снимется гораздо быстрее и легче так обычной жидкостью да спасибо что отвечаете покрывается ужасно кусками ну на самом деле нет я уже показала все прекрасно наносится поначалу и с нанесением так наверно лучше два тонких слоя да смотрите тут смотреть нужно именно на пигментированность цвета вот если какие-то цвета наносятся и в один слой хорошо да вот этот допустим цвет сейчас поймает а тут и в один слой хорошо то вот здесь я поспешила и нанесла его в один хотела слой нанести но у него его бы лучше конечно в два нанести давайте вы кстати попробуем сейчас повторить повторного 132 цвет и мы его сейчас нанесем еще тонко повторно и перекроем вот эти все неровности которые у нас были и сразу все станет на свои места никто нигде кусками не наносится повторюсь я пока болтала с вами для перламутра он уже стал под подсыхать вот ну и 131 я думаю что можно тоже нанести чуть-чуть повторно нанести чуть-чуть повторно если он опять же да во сколько слоев наносить если с первого раза наносится тонкой в один слой наносите тонкой в один слой если не получается с одного слоя нанести тонко равномерно до цвет то лучше нанести два слоя но тонких чем один и навалить он будет сохнуть у вас просто вечности вы ну как бы клиента отпустите с непросушенным лаком и потом у него он будет очень очень плохо носить сюда поэтому смотрите по ситуации так не получается красить под кутикулу как научиться да ну я показала что небольшими такими подталкивающими движениями вы можете наносить цвета можно тонкой кистью вообще лаки да лучше наносить не под кутикулу а в стык потому что ну во первых вы замучаетесь а во вторых ну а нужно ли это цвета огонь абсолютно согласна почему высыхает на водке да потому что это обычный лак с эффектом гель-лака совершенно верно так вопросы 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 гель-лак есть такого цвета красный есть очень похожи на него вот я не знаю сняли не сняли но наша снова коллекция тоже новогодняя вышла ричи коллега гель-лаков и там есть очень похожи красный очень похожи да у нас такая политика компании что ну как бы да мы делаем максимально удобно для мастеров и очень часто лаки они идут в цвет с гель-лаками чтобы допустим на руках сделать гель-лаковый маникюр а на ногах сделать допустим педикюр в цвет лаковый это очень удобно бывает так что допустим на ногах на одном пальчике они холитесь на большом его нельзя покрывать гель-лаком то вы можете малышей всех покрыть допустим гель-лаком клиенту на ногах до маленькие пальчики а большой один пальчик покрыт лаком и у нее не будет визуально разницы по покрытию но зато вы предотвратите разрастания кармана и ее ноготь вам скажет спасибо так когда в продаже будет база с матовым эффектом если вы говорите про лечебную новую да вот эту базу то она по-моему уже появилась по времени сколько по времени примерно сушить один слой лака база где-то две-три минутки цвета где-то там минут так 45 ну зависимости опять же какой слой наносите до чем толще толще слой тем дольше сушим после этой процедуры можно делать горячую парафинотерапию не слезет ли лак смотрите парафинотерапию лучше делать перед покрытием лаком просто очень хорошо обезжирить всем здравствуйте очень красиво получается да согласна красивые цвета очень-очень коллекции просто шикарный какая цена набора мы сказали до 1200 будет ли сушка от эми затрудняюсь сказать вам но я думаю что если лаковый бум будет продолжаться то конечно будет так провела эксперимент наносила базу закрывала топом после супер так лаки даже другую фирму носится двух недель дальше говорю фишка вся вот в этом топе на самом деле вот он очень круто защищает поверхность очень круто дает блеск просто и продляет стойкость лакового покрытия поэтому вот этот топ без него вообще никуда эфир сохранится я думаю что дайфер сохраним мы отвыкли от обычных лаков да совершенно верно очень многие мастера начинали сразу с гель-лаков и поэтому к лакам конечно сложно вернуться потому что они быстро сохнут и но они не обращают ошибок да то есть надо быстро быстро очень работать поэтому поэтому надо как бы до меньше слов больше дела после парафинотерапии дольше лак сохнет не вижу связи на самом деле так еще какие то вопросы у нас остались асма топом покроем наши все цвета пишите какие у вас еще вопросики остались я думаю по технологии нанесения да у нас вопросы я надеюсь что вам все было понятно на чем равномернее мы хотим нанести покрытие тем параллельник ноготку нам нужно держать кисть есть когда вы поворачиваете кистью таким образом вы как ковшиком экскаватора собираете цвет и тогда сто процентов у вас будет получаться полосы либо неравномерное тонкое нанесение вот как только вы поворачиваете кисть вот в таком положении в параллельном к ногтевой пластине то вы распределяете еще когда контролируем нажим и сильно не давим на краску на кисть то мы распределяем очень хорошо аккуратно как вот валиком представьте что вы стену красите да вот валиком аккуратно интелли не нажимая вам нужно не втереть цвет а распределить его поэтому нажим очень аккуратно регулируйте контролируйте и соответственно вот с одного цвета на прозрачном типсе прекрасно видно что цвет лег максимально равномерно данную на линию кутикулы тут сильно не заморачивалась но вот если мы на клиенте посмотрим красненький покажи свой пальчик да то линия кутикул у нас здесь очень очень ровно аккуратно за я не вижу смысла заводить прям под кутикулу конечно клиентом лакового лаковое покрытие можно прям тонкой кистью постараться это сделать но любители поэтому здесь тоже хорошо уже все просохло что входит в набор в набор входит три цвета из новой коллекции вот восемь цветов у нас и в каждом наборе от какие-либо три цвета из вот этих 8 сейчас я вам их все покажу еще раз эти красавчики лаковые вообще лаковое покрытие она лишь только-только набирает обороты я вас уверяю что она будет возвращаться и в скором времени на смену гидлака придет вот этот маникюр аля натюрель и клиенты будут просить у вас лаковое покрытие поэтому вот у нас получается смотрите что у нас получается 8 цветов 8 оттенков база и два вида топа у нас есть глянцевый топ и матовый топ давайте кстати какой-то цвет пока попробуем покрыть матовым топом сейчас я посмотрю все ли у нас там подсохло ручку вот вы можете аккуратненько вот пальчиком прям проверить аккуратненько даже вот те которые я 2 слой наносила они уже не цепляются не ликнут эти так тем более на все уже подсохли возьмем глянцевый топ с эффектом гель-лака и будем наносить при нанесении топа вы можете взять и немножко отодвинуть кутикулу клиента чтобы нанести топ максимально близко можно брать топа чуть побольше чем требуется и потом собирать лишнее чтобы при нанесении кисточкой не продрать цвет тоже без нажима аккуратненько наносим сразу от кутикулы к одной параллели ко второй параллели по центру сравняли все никаких лишних танцев с бубнами никаких лишних телодвижений вам это не надо украшайте себе жизнь эфир сохранится я постараюсь до сохранить конечно здравствуйте наносим до поближе от кутикулы одну параллель покрасили вторую параллель покрыли и посерединке разровнялись если вот я вижу что где-то мне чуть затекло я сразу возьму палочкой и уберу лишнее все следующее главное не смазать до когда покрываете следующий палец предыдущий старайтесь аккуратненько не смазать тушитошный гель-лак у нас сохнет на воздухе все покрыли красиво он вот этот вообще пушка бомба ракета сейчас блеском покроем будущее гена блеск смотрите какой красивый получается здесь тоже покрываем топом одну параллель вторую параллель по центру все лишних телодвижений топом старайтесь не делать особенно вот на цветах каких-то ярких темных чтобы не опять же до повторюсь не продрать цвету давайте вот это кстати матовым сделаем темный это телом глянцевый не забывайте стягивать топ до торца перекрывать полностью всю поверхность вот на красном сейчас очень классно поменяется картинка вот смотрите он достаточно такой стал матовый да и повторяет сейчас всю поверхность ногтевой пластины топ сейчас визуально сделает ноготь более таким выпуклым красивым будто бы на гель-лаком выравнивание сделали смотрите конечно тут не будет никаких идеальных бликов на как мы привыкли тут не будет никаких там супер архитектур потому что это тонкое покрытие но визуально очень круто смотрится так ну давайте матовым покроем один ноготок матовый очень важно нанести по линии цвета да так же как мы наносили потому что если нанесем чуть ниже будет вот эта блестящая такая подковка до под кутикулой поэтому матовый наносим прям очень аккуратно вот но он на самом деле очень легко наносится можно вот так развернуться сюда стащить и не бойтесь разровнять покрытие вот если видите где-то неровно что-то у вас легло не бойтесь разровнять она сохнет быстро но куда старайтесь опередить его так сказать ну и все и магия вот смотрите происходит был глянец стал мат сейчас он еще подсохнет чуть-чуть будет еще красивее это вот новинка матовый эффект он не прям такой бархатистый как гель-лаковый топ он больше сатиновый такой эффект дает но тоже очень классно на эмалевых цветах мы его пробовали особенно знаете такие цвета ну вот как не знаю какой-то синий такой индиго допустим у нас есть капитал по моему биурбан и есть такой же лак похожий тоже в базовой коллекции вот они очень круто смотрятся под этим матом топом да и вообще любые блестки мне кажется круто когда глянцевые ну на самом деле можно вот этот было тоже сделать матом был тоже прикольно да спасибо тема работа лаками лаки с эффектом гель-лака они стираются обычной жидкостью для снятия лака срок носки у них две недели и выглядят они так мы сегодня с вами работали новыми цветами новогодняя коллекция уже на самом деле мне кажется давно давненько не было у нас новинок именно по лаковым продуктом поэтому вот эти вот лаки это просто покажи еще раз мы у него больше сатиновый эффект часы вдруг перчатку чтобы было видно не фокусируется у него больше сатиновый такой эффект не бархатистый а более такой как вот сатинчик ночи красиво смотрится так ну что ж если у вас какие то вопросы еще остались пишите пару минуточек еще поболтаем на эту тему вот и я надеюсь что вам был полезен эфир постараемся сейчас его сохранить вот рада была со всеми поболтать спасибо большое за внимание и не бойтесь работать с лаками они реально очень круто носятся они возвращаются в тренды поэтому не бойтесь работать с этим продуктом все всем спасибо всем пока